Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Аня и прежде всего я поздравляю вас уже с наступившим Новым Годом и передаю приветик из прошлого, потому что видео я снимаю еще в старом 2023 году, а вы уже меня смотрите в новом 24. Да, вот такая вот магия современных технологий. Шутка. Я надеюсь, что вы все встретили Новый Год очень хорошо. Я надеюсь, что там в новом году все круто реально, потому что не знаешь уже что ожидать. 2023 год реально был душный. Не то, чтобы слегка душный, но прям душный моментами. И все-таки я желаю себе и вам не переставать верить в то, что каждый следующий год у нас с вами будет лучше предыдущего, несмотря ни на что. И так как я все еще в декабре 2023, я еще, знаете, такая на подъеме, на позитиве. Я надеюсь, вы тоже, потому что все новогодние праздники, первые числа, первую неделю, это прям супер релакс. Я вам уже про это говорила. Наверняка я сама лежу на кровати, ем, пью и все прекрасно в моей жизни. Ну, будем держать пальчики, кулачки за то, чтобы все-таки 2024 год наступивший стал очень хорошим для нас всех. И так как я все еще в декабре, я не перестаю подводить итоги этого года. Знаете, раньше было модно там подводить итоги в социальных сетях, как прошел мой год, что я сделала. Я тоже раньше так делала, но последние три года, знаете, они как один. Как 2019 закончился, вот это вот все понеслось. И итогов никаких подводить не хочется, кроме, конечно, парфюмерных итогов. У меня на обзоре сегодня 12 ароматов, все логично, 12 было месяцев в году, 12 у меня ароматов, которые я считаю просто лучшими покупками за 23 год. Жемчужинки моей парфюмерной коллекции. Хотя в мою коллекцию пришло очень много новых ароматов, ну, где-то 130, ну, не знаю. Я веду учет, вы знаете, но в учете я еще и миниатюры тоже прописываю. Также множество ароматов было мне подарено брендами, множество ароматов я приобретала, но, но это было трудно, это было трудно, но я выбрала 12 жемчужин. Все их вы видели неоднократно в моих роликах за прошлый год, поэтому мы с вами сегодня пробежимся, так сказать, и подведем черту, сверим часы. И в новый год зайдем уже с новыми хотелками, с новыми крутыми покупками. Надеюсь, вы распаковываете свои подарочки. В прошлом году мне тоже выходило такое же видео, в январе я подводила итоги и выделяла 12 ароматов, которые были приобретены за 22 год. Оставлю ссылочку на всякий случай, если вы его вдруг не видели, если вам интересно. И в этом году не изменяет традиции. Давайте начну с того аромата, который первый прибыл в мою коллекцию. Я постараюсь, не буду там по месяцам ничего выделять, потому что я просто не вспомню. Но первым был точно вот этот вот аромат. Это Роберто Кавалли Неро Асалюто, абсолютный черный. Тот самый аромат, который за год умудрился взлететь в цене, цена на него улетела в космос. Я его приобретала что-то за 200 чем-то тысячи, 75 миллилитров, если я не ошибаюсь, или 4. Ну, в общем, очень он был доступен для этого объема, для сегмента и вообще для цен на 22 год. Прекрасный аромат. Очень его люблю, мало его носила, отстаивала, потому что мне показалось, что он довольно близко сидит к коже. И вы знаете, у меня есть такая тенденция, я приобретаю аромат и первым делом убираю его в шкаф. У меня редко бывает такое, что я сразу начинаю запойно его носить. Я его все-таки отстаиваю, особенно это касается миниатюр каких-то или отливантов. Тем более, они должны полежать какое-то время, чтобы прийти просто в норму. Но этот аромат за год у меня 100% уже настоялся. И сейчас зимой я его ношу, он прекрасен, о, любимка моя, ванильно-древесно-цветочный парфюм. Очень глубокий, не сладкий. Ваниль здесь тоже древесный, плюс здесь два вида дерева заявлены в пирамиде. И эбеновое дерево, и просто древесные ноты. Очень он богат по своему звучанию. Очень красивая здесь древесина, немножечко с алкогольным оттенком, как будто капельку рома капнули на орхидею или на вот эту древесину. Даже мне здесь немножко чудится замша и ваниль. Очень красивая тоже древесная алкогольная ваниль. Прекрасная покупка за прошлый год. Следующий аромат, он был, да, наверное, следующим приобретен в коллекцию. Это просто о да воспоминаниям о моем детстве. Это Pleasure от Estee Lauder. Я его приобретала специально по одной простой причине. Ну, во-первых, он мне очень нравится. Во-вторых, он относит меня просто в самые лучшие беззаботные годы в мои, не знаю, 6-7 лет, наверное, да. Когда у мамы был парфюм Анжелика Варум, который был позаимствован, так скажем. Композиция была позаимствована 100% у Estee Lauder. И это так приятно, это так свежо. Он пахнет каплями росы на зеленых листках, каплями росы на свежих цветах. Это очень богатый букет, здесь огромная пирамида, и ландыши, и сирени, и фрези, и все, что угодно, и зеленые ноты, конечно. И описать его сложно, но для меня это аромат ручья, аромат весны, аромат растаявшего снега, и даже аромат нового года. Потому что я помню, что у моей мамы этот аромат появился под Новый год. Или это было 8 марта, но это было прям очень холодно, много снега. Но если это конец 90-х годов, то примерно да, да, где-то так. Для меня это ностальгия, рада, что у меня 30-ка. Тоже такая у него была стойкость средняя, но обязательно буду носить его в марте, в феврале-марте. Это просто волшебный, волшебный волшебство. И аромат люкс, который на все времена действительно. Следующий аромат, который прибыл в мою коллекцию, я не помню. Прикиньте, какой был следующий. Давайте я вот примерно в мае, наверное, в мою коллекцию пришел на Эмма от бренда Arabesque. Это подарок от бренда, за что им огромное спасибо. Это просто невероятное было событие в моей жизни, когда ты идешь в магазин и думаешь, вот, было бы классно этот аромат, как-то заполучить свою коллекцию, понимая, что он стоит, ну, в Литуале 10 тысяч или 11 он был, или 15. В общем, я точно не вспомню. И через 6 дней мне подарили этот аромат. Это волшебство, магия, как угодно можно называть, посыл в космос. Поэтому я и говорю вам, пишите свои хотелки. Их обязательно нужно прописывать, озвучивать. Вот. Это прекрасная черная смородина. Это очень яркая, сочная, терпкая черная смородина. Она немножко засахаренная. Она с капелькой рома сверху. Здесь такая прекрасная восточная амбровая база. Он суперстойкий, супершлейфовый, очень богат по своему звучанию, ни на что не похож. Просто великолепен. И пахнет очень дорого. Обожаю, обожаю. Даже когда он ко мне приехал, он, наверное, нравился мне меньше, чем он мне нравится сейчас. Следующий аромат у меня появился, наверное, это был Ариш. Атар Коллекшн тоже летом примерно он у меня появился. Для чего же он хорош? Вот я тестировала его в магазине. Был испорченный тестер. Я вам уже рассказывала эту историю. И тогда вообще не поняла, откуда столько восторгов, почему он всем нравится. Столько рекламы было от блогеров, в хорошем смысле слова, да, обзоров. Но когда я получила заветный флакон, боже, это самый лучший пудровый аромат из всех, которые у меня есть. Это та самая пудра, которая мне нравится, которую хочется вдыхать и вдыхать. Это действительно пудра суховатая, косметическая, немножко с оттенком цветов. Здесь еще, знаете, есть ощущение не сладкого десерта, такого суфле. Или это, если не десерт, то уход для тела. Такой воздушный в баночке в виде суфле. Прекрасный, уютный, нежный, женственный, обволакивающий, успокаивающий парфюм. Тоже безумно рада, что он у меня появился в 2023 году. Далее, один из моих любимых ароматов, в принципе, в моей коллекции. Dolce Amalfi от бренда Ксерджов. Просто обожаю. Не могу без него. Вчера его носила. Вот смотрите. Это, конечно, не полфлакона, учитывая форму самого флакона. Здесь по плечике у меня уже его нет. Но это как раз тот самый аромат, который я начала носить, когда он только ко мне приехал. Познакомилась в слепых затестах. Ничего не поняла. Пробник отлежался. Как поняла? Как вообще офигела? Заказала тут же, наверное, март месяц это был. Вчера его носила буквально. И вот просто хотите верьте, хотите нет, до сих пор у меня на волосах звучит этот парфюм. Сегодня весь день. Хотя я вчера его носила очень долго. Я поехала на работу, на работе работала, офигела. Вечером ехала, ехала, ехала. Ночь спала. И вот это вот все держится. На одежде это держится вообще бесконечно. У меня платье вчерашнее мое вот здесь висело. И оно очень ярко пахло этим ароматом. Это прекрасная засахаренная айва в специях с кислинкой зеленого яблока. Тоже он, знаете, такой радостный, задорный. А здесь еще есть цитрусовый оттенок, но тоже как будто бы цитрусы засахаренные мармеладки. При этом звучание непростое. Тоже он глубокий, богатый, объемный, очень красивый парфюм. Обожаю. Знаю, что разные отзывы про него пишут. Кто-то пишет, что это таблетки от горла. Это, знаете, как про Киллиан Лавдон-Бешай пишут, что там Биопарокс или что это. Вот, к счастью, у меня нет таких ассоциаций. Просто, ну, как-то вот таблетки от горла, Биопарокс для меня неведомые истории, к счастью. Но аромат волшебный. Это бомба. Очень хочу его в 100 миллилитрах, потому что знаю точно, что жить без него не могу. Следующий аромат от этого же самого бренда, из этой же линейки. Это Дама Бьянка Ксерчевка Самарати. Тоже великолепный аромат, но с противоречивыми отзывами. Брала я его вслепую, просто понадеясь на свою интуицию. Потому что кто-то говорит, что пахнет пивом, а мне не пахнет пивом. Мне кажется, если бы в пирамиде не было вообще расписана нота солода, никто бы это пиво себе не напридумывал. Хотя, ну, не могу утверждать. Здесь прекрасные пудровые цветы. Очень это вкусно. При этом они со свежинкой. Здесь также чувствуется очень яркая какая-то фруктовость. Я бы сказала, что это айва, но здесь заявлен кумква. То есть чувствуется не просто кислинка фрукта, а именно вот мякоть фрукта вместе с этими влажными цветами, с оттенком, небольшим оттенком пудровости. То есть здесь нет такой сухой пудры какой-то, которую я не люблю. И в базе ваниль плюс солод. Для меня ванильно-солодовая база. Это оттенок гурманики. Сладкий, вкусный, женственный, нежный, фруктовый одновременно и цветочный. Очень классный аромат. Тоже ничего похожего не знаю. Я и знать не хочу. Собственно, нет. Хочу его в сотке себе. Следующий аромат и тоже моя покупка лета. Начала я его носить только, наверное, ну, уже к осени, ко второй части осени. Это Элисап Ле Парфам Роэлл. Богатейший, шикарнейший, торжественный, замечательный парфюм. О нем недавно буквально я вам рассказывала. Я не могу. Это сладко-горький, длиннющим шлейфом, цветочный аромат. Не думаю, что есть смысл останавливаться как-то на нем подробнее, потому что описывала я вам его буквально недавно. Следующий парфюм тоже из этой же серии. Я описывала буквально недавно. Это моя любимка. Керметика Ванинайт. Чудесная. Пропитанная немножко алкоголем ванили. Засыпанная вот такими вот хвойными ветками. И сладко, и свежо, и терпко одновременно. И тоже очень глубокое и дорогущее звучание. Следующий парфюм. Купила я его себе, наверное, в сентябре. Это было Ангелы Демоны Живанши. Тоже несколько раз я вам его показывала тоже. Классика на уровне, знаете, на уровне вот этого даже аромата. Хотя это аромат 90-х. Это 2012, по-моему. Если не раньше. Но, тем не менее, это те самые парфюмы, которые сделаны очень качественно. Без всяких приколов, всяких, знаете, молекулярных баз, ну и всего прочего великолепия, которое сейчас есть в современности, в современном мире парфюмерии. Как бы я ничего не имею против. Но вот когда ты берешь в руки такую классику, ты понимаешь, да, вот это те самые духи вкусные. Тоже дорогущая древесная ваниль. С лилией. Пьянящий, дурманящий такой аромат. С нотой шафрана, с нотой чабреца. Очень необычное у него звучание. И актуальное до сих пор. И следующий аромат у меня куплен примерно в то же время. Это, конечно, нашумевшая лимитка Трусарди Донна Леврана Коллекшн. Вот эта собачка с белой головой. Замечательный аромат. Просто бомба. Жемчужина в моей коллекции. Жемчужина в люксе. Жемчужина в линейке Трусарди Донна. Это просто что-то невероятное. Фруктовая вода, смешанная с пудровыми, немного сливочными цветами. С кислинкой. Тоже он, знаете, не душный. А в аромате есть воздух. Прекрасный носибельный, женственный, вкуснейший парфюм. Мало его носила. Еще не успела просто, знаете, так основательно поносить. Потому что, ну, это невозможно. Но я так люблю этот парфюм. Я вот смотрю на все эти жемчужины, которые у меня сейчас здесь собраны. Я понимаю, что, ну, просто вот один краше другого. И вот это, если успеете, тестируйте, приобретайте. Если ваше, ну, если не ваше, собственно, не приобретайте. Но вот это очень достойная история. За 100 миллилитров порядка, там, не знаю, 6 тысяч рублей я дала. Или 4. Я не помню, но 100 миллилитров за такие деньги – это очень классная цена. Еще и такое прекрасное звучание. Для меня это не похоже на классическую Дону. Цитрусы, возможно, меня относят немного к Доне в туалетной воде. Потому что, наверняка, здесь есть что-то типа Юзу. Вот, но в целом эта композиция индивидуальная и очень хорошая. Следующий аромат, и это моя сбывшаяся мечта. Целый год я его хотела. Ну, не знаю, месяцев 6 точно. Я прям как летом его протестировала заново. Да, полгода я его хотела. Летом протестировала заново и поняла, что, ну, вот оно, вот они, эти яблоки в меду. Вот эта красотень. Не то, что я услышала в прошлом декабре. Опять-таки, спорченного тестера. Вот, знаете, стала с таким сталкиваться. Вот второй, как бы, случай, да, что Ариш, что Спига. Да, это Трусарди Спига, бутиковая линейка Limitless Shopping, Виадала Спига. Замечательная тоже. Я считаю, что одна из лучших композиций, которые представлены в линейке Лавида Милана. Вдыхающие просто понимают, что это яблоки. Вот они, яблоки. Зеленые, сочные, брыжущие соком. И сверху политы тоненькой струйкой меда. Здесь заявлен и мед, и медовые соты. Мед я не люблю в парфюмерии особо. Но такое люблю. Боже, это прекрасно. Многие здесь ощущают также вишневые оттенки. Да, я тоже ощущаю вишневый оттенок. И, кстати, знаете, база вот этого аромата, она такая необычная на самом деле. И напоминает мне базу Tom Fortless Cherry. Представляете себе? Вот так вот. Очень классный аромат. На любое время года. Женственный, нежный, понятный, вкусный. Вот его хочется тоже вдыхать и вдыхать. Без всяких там, знаете, дымящихся костров и прочего. И за 100 миллилитров тоже шикарно я его купила. Так что я не перестаю радоваться этому событию, чего и вам желаю. Многие мне писали, девчонки, в комментариях, что очень хочу спигу, хочу спигу, хочу спигу. Не тормозите, покупайте. Жизнь одна, кайфульсия. Ну, можно купить от Левант всегда, потому что я тормозилась с Левантом. Если бы у меня был от Леванта, мне кажется, у меня бы флакон еще быстрее появился. И последний аромат, который вот у меня появился в декабре, еще тоже толком не успела его разносить. Но я считаю, что это самая удачная покупка, самая, наверное, выгодная. Окей, одна из самых выгодных покупок вообще за этот год. Потому что за 5 с копейками 5 900. Ну, ладно, окей, будем считать, что за 6 тысяч рублей принцесса Акилиан 50 миллилитров досталась мне. И это просто, это просто прекрасно. Он такой классный. Боже, это вот зима. Это как раз его время, холодное время года. Это то, что нужно. Чайные ноты вместе с нотами маршмеллоу, который посыпан сахарной пудрой. Здесь еще есть кислинка зеленого яблока тоже. Тоже, знаете, вот беззаботный, совершенно понятный, сладкий для любителей сладкого. И тоже очень красивый аромат, который не напоминает мне ничего. Индивидуальная композиция. Но для тех, кто не может себе купить принцессу, вы можете купить себе принцессу в шейке, если хотите. Вредные советы подъехали. Ну, правда, у меня был пробник принцессы от шейка. И действительно она очень и очень похожа. Но, как я всегда говорю, ничего не заменит нам ощущение обладания чем-то вот таким вот. Что ж, вот я вам и рассказала про 12 ароматов, которые были, на мой взгляд, самыми лучшими и удачными покупками за весь 2023 год. Это было сложно. Хотя, всегда понимаешь, когда ты приобретаешь, вау-эффект есть или вау-эффекта нет. Но не всегда нужен вау-эффект. Нужны и те ароматы, которые ты полюбишь со временем. Короче, я люблю парфюмерию. Я могу о ней очень много и долго говорить. Так же, как я могу долго говорить о музыке, о вокале. Приятно чем-то увлекаться. Приятно в чем-то разбираться. Правда же? Ну, что ж, присоединяйтесь к моему телеграм-каналу. Я всегда показываю новинки и свои покупки раньше, чем на ютюбе. Там мы можем общаться с вами ближе. Подпишитесь на канал, если вы сейчас посмотрели этот ролик без подписки. И, конечно же, я жду ваши лайки. Это всегда меня очень поддерживает. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. И мы с вами очень и очень скоро увидимся. Пока-пока.